Друзья, сегодня мы находимся в новой студии, где мы будем снимать интервью, а также скоро откроем новый формат подкасты. Так что скоро вас ждет множество интересных встреч с интересными людьми из мира танца. А сегодня у нас в гостях Юлия Баттери. Привет! Привет! Расскажи, с чего начинался твой танцевальный путь? Мой танцевальный путь начался очень давно, с пяти лет. Я занималась классической хореографией и эстрадной хореографией. Выступала в детских эстрадных постановках. Собственно, с пяти лет я на сцене. Так продолжилось примерно до годов 16. Детство у меня было насыщенным в танцах. Танцы были каждый день с выездами, с поездками, с концертами, с путешествиями за границу и не только. Так что танцы, можно сказать, это практически вся моя жизнь. А скажи, как произошло твое знакомство с пилоном? Случайно я увидела видео в 2008 году, наверное, я увидела видео австралийской чемпионки Феликс Кейн. Наверное, в те годы все по ней фанатели. И я посмотрела, каково это. Я увидела, узнала, что такое бывает. И в те годы в России это только-только появлялось, вот только-только зарождалось. И я поняла, что все, вот это вот оно, я хочу этим заниматься. То есть просто вот у меня не было даже каких-то мыслей, что, ой, надо попробовать, а вдруг не мое, ой, а кто что подумает. То есть я увидела, да, вот этот видос, посмотрела, влюбилась в такую хореографию и поняла, что я хочу этим заниматься. Я пришла на тренировку и все, и понеслась. А какое направление в полдэнс для тебя основное? Тогда еще не было такого понятия, как экзотик, не было такого понятия, как арт. Ну, он был, но это было очень такое что-то непонятное. Там был арт на каблуках, там был арт такой, который сейчас не отличишь от стриптиза. Вот, и был спорт. И, собственно, я пришла в самую первую, самую крупную студию, единственную в Питере тогда практически, Блэки. И там все были вот именно по спорту. Я занималась как бы спортом и хотела принимать участие в таких чемпионатах. Но с течением времени я поняла, что немножко все-таки мне это не близко, вот именно спорт. Мне хотелось больше танцевальности, потому что я все-таки как танцор, да, с детства. Плюс еще так получилось, как только я начала заниматься пилоном, я пошла работать в ночной клуб танцовщицей на пилоне. И мне хотелось именно вот в этом направлении, да, в красивом, таком ярком, женственном, соблазнительном, вот именно в этом направлении двигаться. Соответственно, я пыталась как-то со своим тренером поговорить, что мне нравится больше вот это, мне хочется танцевать так, где я могу выступать помимо клуба. И, наверное, лет вот спустя где-то 4 года, да, где-то 3 начали появляться первые чемпионаты, где был именно экзотик на каблуках. Это был просто вот самый-самый вот зарождение питерской культуры чемпионатов на кафельном полу и так далее. И вот получается, да, что мне потребовалось 3 года примерно вот этого полспорта, чтобы понять, что нет-нет, я все-таки, я за красивые такие женственные нежные танцы. Ну, опять же, ничего против полспорта я не имею, это круто, это здорово, просто, ну, вот именно моя физика, да, моя пластика, моя женская энергетика, она требует именно вот этого, именно вот экзотика. Экзотика. И это как бы как такое, вот ты смотришь, это как рок-концерт для меня, это как шоу. Я не отношусь к пилону, как просто вот площадке для... потанцевать, да, и все. Показать, что я там... Нет, для меня это прям искусство, да, для меня это очень крутая история. Давай поговорим о таком стиле, как полеск, в чем его особенность? Жанр полеск — это очень-очень такое новаторское для России явление, которое пришло к нам из Европы. Собственно, лично я узнала о нем в 2016 году, когда начала работать в питерском шоу «Бурлеск». И тогда мне руководитель сказал, что, ну, а ты знаешь, что такое есть полеск? Я говорю, нет, что это? Это бурлеск с пилоном. Сейчас все его танцуют в Европе, кто умеет танцевать на пилоне. А в Европе реально очень круто развит бурлеск, и Россия сейчас его догоняет, ее. Собственно, девчонки, танцовщицы бурлеска, давно взяли пилон как основу для своих номеров. И я очень сильно этим заинтересовалась. Мне, в принципе, нравится культура бурлеска. И я решила, почему бы мне не разнообразить свой пол-дэнс, который вот, ну, танец и танец, да? Почему бы мне не разнообразить вот этими всякими бурлеск-штучками, взяв за основу все то, что характерно для бурлеска. То есть ты берешь пилон, ты берешь экзотик, да, и добавляешь три кита бурлеска. Образ яркий, сюжет и раздевание, потому что бурлеск – это раздевание классическое. Это когда у танцовщицы много деталей костюма, да, она в танце их снимает красиво, не останавливаясь, заигрывая с публикой, делая это на пилоне, на полу, в танце и так далее. То есть это как разнообразить танец, да, добавив в него частичку вот духа такого кабаре. Но при этом это невозможно назвать классическим чистым стриптизом, да, потому что все-таки бурлеск к нам пришел из начала 20... Какой сейчас век? Из начала 20 века, да, это такой был пуританский стриптиз, где танцовщица, она не пропагандирует яростную такую сексуальность, агрессивную. Она это делает так изящно, игриво, с достоинством, как вот недосягаемая звезда. Мне очень нравится такой месседж, поэтому я решила сначала танцевать в этом стиле. И на всех чемпионатах, на всех старалась мероприятиях по полдэнсу внедрять свой вот этот вот свой стиль, свой вот этот вот виденье, и люди как-то сначала не поняли, а потом вот поняли. И с течением времени я решила сделать свое мероприятие по полдэнску, потому что мир должен это видеть. Я так понимаю, ты сейчас говоришь о полдэнск-шоу, да? Ну, расскажи, как он создавался, что тебя вдохновляло при создании этого мероприятия? Вот, собственно, все то, что я сейчас, да, рассказала про жанр полдэнск, я поняла, что это круто, это заслуживает отдельного мероприятия. И очень много путешествуя по миру, по чемпионатам, выступая в таком стиле, да, в полдэнск, я заметила, что очень много девчонок как-то вот тоже стараются именно в этот стиль. И я подумала, блин, а им же тоже нужно как-то где-то самовыражаться, они же тоже пытаются самовыражаться на обычных полдэнс-чемпионатах, и порой их как-то не понимают, да, судьи. И поэтому мы с моей боевой подругой Анастасией Баби Куин решили сделать свой фестиваль, чтобы было именно вот все про полдэнск, именно вот в этом жанре, именно про этот жанр. Мы решили собрать всех вот этих прекрасных женщин, которые танцуют в этом стиле, мы их всех знаем, мы со всеми девчонками пересекались на мероприятиях, мы с Настей обсудили концепцию, это был еще 2018 год, мы долго готовились, разрабатывали концепцию, как вообще, как это объяснить людям, публике, самим танцовщицам, что мы хотим видеть. Это было очень сложно, мы делаем это до сих пор, потому что все равно, ну, мы первый прецедент в России, полеском никто в России не занимается, мы были первые, кто попытался это вот вывести на российскую такую сцену, чисто вот с нуля сами, для того, чтобы девчонкам было интересно, да, выступать, и у них была публика, потому что очень многие хотят выступать, но не понимают, куда им идти. И меня вдохновляло также не столько желание вот облечь это в состязание пилона, мне хотелось сделать что-то среднее между шоу, кабаре, пудуарным вот таким вот красивым, в красивом помещении, да, у нас сначала это была опера, концерт-хаус, потом они закрылись, сейчас это Олимпия, то есть хотелось, чтобы было красиво, стильно, дорого-богато, роскошно, и чтобы зрители ходили и наслаждались этим зрелищем, чтобы они сидели, смотрели каждый номер, восхищались, и я на тот момент жила в Москве, я поняла, что такое мероприятие должно быть только в Санкт-Петербурге, вот именно сам фестиваль, и на первый фестиваль у нас приехали участницы, там, по-моему, из 13, что ли, из 15 стран практически, вот по всему миру, там, начиная с Мексики, из Японии девчонки были, это были те самые доковидные времена, когда все фолдэнсеры ездили свободно в Россию, в Америку и так далее, вот, собственно, прошло, сколько уже прошло лет, первое мероприятие у нас было в 2019 году, и следующее мероприятие мы начинаем уже постепенно, потихонечку готовить. А когда будет следующее полезко-шоу? Мы сейчас на стадии обсуждения всех деталей, ну, это будет весна следующего года, традиционно мы делаем весной, чтобы и девчонки приезжали. Да, фестиваль один раз в год, чтобы, ну, это весна, прекрасное время в Питере, для того, чтобы приезжать, потому что к нам приезжают из других городов и стран, все еще продолжают приезжать, в том числе не только участницы, но и зрители приезжают к нам это всюду, просто чтобы увидеть это. Вот, так что вы тоже это увидите. А помимо полезк-шоу у тебя еще есть полезк-пати, вот расскажи об этих вечеринках. Вечеринки – это вот еще одно детище, да, которое выросло из фестиваля, потому что фестиваль раз в год, но вот как-то не хватает, чего-то не хватает. Началось это все в ковид, то есть первая вечеринка произошла в ковид. Я отмечала свой день рождения зимой 2020 года, и мне захотелось собрать вот самых ярких девчонок, которые вот бы из Питера приехали. Я арендовала замок, там все было так красиво, готично, позвали ведущего, позвали гостей. В общем, я так отметила свой день рождения и поняла, что надо еще раз такое сделать. И в следующий раз мы решили, почему бы не повторить это уже как отдельное мероприятие без огромного количества людей. Это будет более камерное мероприятие в более такой камерной обстановке, да, и оно будет уже не как фестиваль, где девочки состязаются, приезжают, получают награды, да, там, и номинации. Пусть это будет такая вот именно вечеринка, именно мини-шоу Полеск. И вот сейчас оно так вот квалифицировалось, такое маленькое Полеск-кабаре, которое мы, получается, проводили в Питере уже раз. Вот я не считаю, а надо бы считать, много раз. В Москве, в Питере, да, да, почаще, ну вот несколько раз в год. В Питере, по-моему, это четыре раза в год мы стали делать. В Москве раз в год, хотя сейчас уже, наверное, у нас уже просят чаще. И в прошлом году мы даже сделали в Новосибирске. Тебя также можно часто увидеть в жюри различных фестивалей, чемпионатов. Вот какой из них для тебя был самым знаковым? Ну, не так уж часто в последнее время. Ну, для меня самый знаковый, конечно, это революшн. Я испытываю огромное удовольствие, каждый раз присутствуя там, потому что так сложилось, что я и была судьей, и была, еще когда он был в Петрозаводске, участницей в 2016 году. Я даже приняла участие. И ведущей была много раз, и принимала участие в организации. И я могу сказать с уверенностью, побывав на огромном количестве мероприятий, что это прям достойное, достойнейшее шоу, которое действительно сделано качественно, со спецэффектами, с хорошим отношением, с уважительным отношением к участницам, к зрителям. То есть это действительно достойно именно как шоу, соревнования-шоу. И все-таки я видела много соревнований, и они постоянно появляются. Кто-то задерживается на сцене, кто-то пропадает, кто-то держится. Но вот революшн, он стабильно привозит очень много участниц отовсюду, они ездят, все слышали об этом мероприятии. Тут, начиная с YouTube-канала, который уже имеет очень много подписчиков. Поэтому я считаю, что это одно из таких вот крутых. Ну, мне очень почетно, что я продолжаю его иногда судить. Вот когда ты судишь, что для тебя особенно важно в оценивании номеров? На что ты обращаешь внимание? Ну, в разных чемпионатах свои критерии. То есть в России это одно, за рубежом это совсем другое. Там ценится другое, чем нежели у нас. Но лично я всегда стараюсь обращать внимание на... В первую очередь, конечно же, соответствие категории. Потому что если это экзотик, например, да, экзотик, олдскул, это должен быть экзотик, олдскул. Если это эротик, это должен быть эротик. Да, и, конечно же, для меня очень важно, чтобы танцор, выйдя на сцену, был танцором. Чтобы он уважал публику, которая на него смотрит. Чтобы он уважал сцену, которая его принимает. Да, чтобы он уважал себя, как атлета, и показал достойное зрелище. Как я это понимаю? По таким моментам, как артистизм, по таким моментам, как отношение к внешнему виду, подготовленность, да, да и порой даже, ну вот, поведение. Потому что ты можешь этого человека знать в жизни. Ты понимаешь, что он может в жизни лучше, он может на сцене лучше. А ты видишь его, судя несколько чемпионатов подряд, например, да, где этот человек выступил, ты знаешь, что этот человек может лучше. Естественно, ты оцениваешь уже немножко вот с этой позиции. То есть для меня очень много факторов. Ну, естественно, плюс к тому, что лично для меня я отношусь к пилону не как к сухому спорту, да, поэтому для меня сухой такой вот номер, чётенький, чистенький. Да, я могу его оценить по критериям чётко 5 баллов, там 4 балла, 4 с плюсом, всё хорошо. Но чисто эмоционально в графе «Общее впечатление» там будет единичка. Потому что всё-таки артист, ну, это не просто, да, спорт, ты же должен ещё что-то дать зрителю. Вот поэтому вот так. Ну и плюс я очень сильно цепляюсь к костюмам, потому что я в основном сужу такие мероприятия, где экзотик — это эротик, где экзотик — это красивый танец, да. Вот, например, тот же чемпионат «Экзотик Дженерейшн», где категория «Олдскул», которую я сужу всегда практически, «Олдскул» должен быть «Олдскулом», «Костюм» должен быть «Костюмом», да, то есть, хорошо сказала. То есть, костюм должен соответствовать. Ты не можешь выйти в трениках, в наколенниках, в грязных ботинках засаленных, без макияжа, в чёрном топике, в коричневых трусах, да. Поэтому очень-очень много вот таких моментов, на которые, например, кто-то не обратит внимания, а я всегда обращу внимание, если девочка танцует восточный танец, костюм должен быть восточный от и до, да, если она танцует ретро-танец, в каком-то стиле, да, винтаж там и так далее, ретро, там, ну, просто не может быть каких-то элементов, которые вырезаются. То есть, я вот прям стараюсь подетально от человека. И, ну, естественно, нужно делать скидку на то, что, конечно, не все участники сами ставят номера. Зависит от хореографа, который мог не предусмотреть. И тогда я, конечно же, пишу ремарку, что всё прекрасно, работа хореографа, ну, имеет вопросики. Вопросики к костюму, вопросики к выражению, да, там, танца и так далее, к образу. Мы уже поговорили о фестивале Revolution. Что ещё можешь сказать о питерских фестивалях? Они есть, их много. Это очень хорошо на самом деле. Я очень рада, что Питер догоняет Москву по количеству чемпионатов, потому что в Москве их, вот, невероятное невообразимое количество, да, а в Питере одно время как-то вот ты смотришь, ну, ничего нет. И до сих пор многие девчонки спрашивают, а что в Питере есть, ну, кроме Revolution? Мы такие, да много чего. Ну, то есть у нас очень много сейчас мероприятий. Это круто, это здорово, потому что пилон, скажем так, это бизнес. И имея много, большое количество студий, большое количество чемпионатов, мы, скажем так, повышаем интерес участников, повышаем интерес людей, девчонок, которые могут этим заниматься. Более того, чтобы они вдохновлялись этим заниматься, чтобы они шли, выступали на сцену, состязались, и у нас это было как класс, чтобы у нас это было в городе, чтобы они имели выбор, чтобы они имели возможность выступать, да, потому что если ты не прошла видеоотбор, например, на Revolution, всегда есть чемпионаты другие, куда можно пройти видеоотбор, да, ну, то есть чтобы была вариативность, чтобы девчонки имели сцену, потому что все девчонки заслуживают своей минуты славы, заслуживают выступать на сцене, вот, на любой хорошей, ну, это очень круто. Я люблю ходить на питерские чемпионаты, смотреть, болеть за девчонок. Скажи, что ты ждешь от новых пол-дэнс-фестивалей, которые появляются сейчас? Чтобы они сделаны были качественно, с уважением к участницам, к зрителям, к судьям, чтобы они были сделаны хорошо, достойно, продумывая все мелочи, продумывая абсолютно все, возрастает уровень требований к продукту, к фестивалю, и это круто, что сейчас и организаторы уже поднимают свой немножечко уровень, кто понимает, вот, и участницы знают уже лучшее, выступая на лучших площадках, они имеют возможность сравнить, потому что кто не выступал на хороших чемпионатах, хорошо организованных, они не знают, с чем сравнивать, они так и будут вот думать, что, ну, это окей, а выступая, вот, выбирая хорошие крупные площадки, они могут своим опытом узнать, понять, посмотреть, где хорошо, где плохо, не читая там какие-то отзывы хейтерские и так далее, то есть сами, сами увидят, конечно, участницы видят все. Поговорим немножко про твои мастер-классы. Ты давала мастер-классы в 26 странах мира. Какая поездка для тебя оказалась самой неожиданной? Я думала над этим. Наверное, это был Гонконг в 2018 году, когда, ну, так сложилось, что в силу политических и организационных моментов не были учтены мои условия. И, в принципе, страна не очень, как бы, такая, скажем, дружелюбная для... Если ты одинокая, красивая девочка, приехавшая с рюкзачком, я прилетев в аэропорт, попала в... попала на допрос. То есть меня допрашивали очень долго, кто вы, что вы, зачем, для чего. И, как бы, для меня это было очень странно. Вот. Поэтому, естественно, когда такие моменты происходят, ты понимаешь, что всякое возможно. Но поездка была прекрасной. Все было хорошо, все было прекрасно. Больше ничего такого не случилось. Или ты имел в виду неожиданное с хорошей точки зрения? Ну, слушай, давай, у нас будет история номер один, и там, скажем так... Как меня продали в рабство. Ну, я так понимаю, есть что-то хорошее, что ты можешь сказать. Да, конечно, не, я просто думала, что самое неожиданное. Самая крутая поездка, наверное, это была в Мексику. Просто потому, что я влюбилась в эту страну. Это просто что-то невероятное. Очень, очень классно. Я там провела время. Увидела, можно сказать, самые такие вот места, которые я хотела увидеть. И так это было, кстати, давно, да. Это был еще 19-й, по-моему, год. То есть ничего, ни ковида, нигде. Все, ты перемещаешься, летаешь где хочешь. Да, наверное, это была Мексика. Каждая страна, каждая моя поездка, она реально очень крутая. Потому что я еду не просто с целью приехать, отработать, забрать деньги и уехать. Я всегда приезжаю с целью увидеть страну, познакомиться, пообщаться с людьми, попутешествовать. То есть я не приезжаю в один город, даю мастер-класс, уезжаю. Нет, я всегда остаюсь на пару дней. Я всегда стараюсь как-то посмотреть, попутешествовать еще самостоятельно. Благо, если есть такая возможность. То есть для меня это как способ увидеть мир. Это невозможно назвать. Чисто ради денег, потому что мы понимаем, что что-то чисто ради денег, оно так и остается для тебя. Без эмоций, без каких-то впечатлений. Ты приехал, отработал и вернулся. Я всегда стараюсь по полной испытать эту возможность. А чем ты сейчас занимаешься, в каких проектах участвуешь? Сейчас я еду в Москву на мастер-классы и потом еду в Сеул, в Южную Корею, на пол-дэнс-лагерь. Пол-дэнс-лагерь. Собственно, давать мастер-классы. И по возвращению я буду готовиться к вечеринкам и к полезк-шоу, конечно же. То есть вся моя энергия, все мои силы будут направлены на это. Также у меня есть несколько договоренностей по судейству на осень. И все нужно посмотреть в моем ежедневнике. Я не помню, дольше следующей недели я как-то вот стараюсь не думать. Да, продолжение в описании к этому видео. Весь чек-лист. Может быть, есть что-то ты бы хотела пригласить на какое-то мероприятие? Ну, смотрите, обязательно 26 октября приходите на Revolution. Естественно, я тоже буду его судить и, вероятно, выступать тоже. Приходите на все чемпионаты, которые будут в Питере осенью. Поддерживайте, скажем так, движение. Ну и, конечно, следите за моими соцсетями, когда мы начнем писать информацию по полезк-шоу и по вечеринкам. Скоро вся информация будет. Обязательно приходите на полезк-пати, на полезк-шоу. Приобщайтесь к культуре. Сейчас, пока мы в данный момент ведем переговоры с площадками, обсуждаем детали. И скоро вся информация будет дана. Ну и в завершении скажи твои творческие планы на будущее. Ой, творить, путешествовать. И мне очень хочется углубиться, скажем так, не столько в соревновательно-выступательно-судейскую деятельность. Мне очень хочется еще сделать несколько, может быть, это будет даже серия мастер-классов с углублением вот именно в женские практики. Для меня это в последнее время очень актуально. Вот в эту сторону я буду смотреть. То есть мне хочется что-то делать еще и для, не только для зрителей, не только для полдэнсерш, но и для обычных девчонок, которые не хотят мировой славы пиланиста, а которые хотят немножко вот получше узнать свое тело, себя, полюбить себя, свою сексуальность принять, принять в принципе себя. И мне очень хочется именно делать упор на какие-то закрытые группы, которые, собственно, я в Питере веду. Хочется именно вот в этом направлении как-то что-то сделать. Так что обязательно тоже, девчонки, если сейчас это в вас откликнулось, имейте в виду, что скоро такие мероприятия будут происходить. Мне кажется, это супер важно. Удачи тебе во всех этих проектах. Спасибо большое, что пришла к нам на интервью. Это была Юлия Батарья. Спасибо еще раз за эту встречу. Спасибо. Удачи вам тоже с вашими проектами. Очень было интересно так держать. И много-много интересных вам гостей. А они будут. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...